Падре Гулиан, общение и освобождение – одна из самых распространенных организаций мирян в католическом мире. Если не ошибаюсь, ее численность около 100 тысяч человек в 70 странах мира. В одном из интервью Вы высказали пожелание о том, чтобы Ваша организация продолжала способствовать благу Церкви и присутствию христиан в обществе. В каких формах может быть реализовано это присутствие? Главным образом в том, что человек будет жить христианской жизнью со всей новизной, которую она в себе содержит. Если сегодня мы, христиане, будем жить с этой новизной, то внесем существенный вклад, приумножим радость, которая нам дана и с которой мы живем. Мы будем способны свидетельствовать другим, что такое жизнь, что такое сила жизни и в чем заключается способность реагировать на трудности и отзываться на потребности людей лучше, чем кто бы то ни было. Как-то Вы цитировали слова Папы. Да, недавно Папа сказал фразу, которая, как мне кажется, хорошо резюмирует, в чем именно может состоять наш вклад. Он говорил, что вклад от нас, как от христиан, будет существенным, только если понимание веры превратится в понимание реальности. Иначе говоря, если факт христианской веры в жизни христиан даст им способность лучше понимать реальность, потребности людей и уметь помогать людям реагировать на их нужды самым адекватным способом. Какую роль христианский фактор играет в европейской политике? Сегодня в европейской политике это зависит от меры присутствия европейских политиков в различных политических институтах разных стран. Во многих случаях это присутствие может быть обманчивым, потому что номинальное присутствие христиан не всегда оказывает реальное влияние. На самом деле это зависит от того, в какой степени христиане, которые занимаются политикой, определяют себя в первую очередь именно как христиане, чтобы присутствовать в обществе именно с лицом христианина, а не просто действовать в зависимости от политических планов. В современной Европе авторитет католической церкви имеет сильное влияние, какие-то ее организации, движения? На самом деле не очень сильное. Во многих случаях католическое присутствие ослабевает и становится достаточно незначительно. Это одно из следствий дехристианизации, которое нас также очень затрагивает в плане того, как мы, христиане, можем жить нашей верой. И поэтому в стольких случаях влияние христиан не такое, каким бы мы хотели его видеть. Как мы можем добиться христианского присутствия в обществе, где со стороны политической власти очевидна тенденция вытеснить христианство в сферу частной жизни человека? Это серьезная проблема, которая в стольких случаях, как я говорил, затрагивает нас как христиан. Если исповедание христианской веры вытеснено в сферу частной жизни или в область определенных религиозных практик, если исключена возможность того, что вера будет реально присутствовать в обществе, и верующий человек сможет высказывать религиозные соображения и предлагать свое понимание общества и человека, влияние христиан будет практически нулевым. Если, напротив, вера имеет возможность влиять на способности размышлять, оценивать происходящее и понимать реальность, тогда мы, как христиане, точно можем внести свой вклад, потому что вера — это событие, которое заставляет нас лучше понимать и представлять реальность. Вы могли бы привести какие-то примеры такого влияния? Например, это влияние может быть выражено в реакции на потребности людей. То есть мы будем выяснять, в чем люди нуждаются и прилагать усилия к тому, чтобы этих нужд становилось меньше. Допустим, в сфере образования, в социальной сфере, в вопросах, связанных с мигрантами. На уровне нашего движения есть множество попыток отзываться на все эти нужды, организуя наше присутствие в социальной сфере. Например, мы стараемся наладить связи между людьми и общественными организациями, создать общее пространство, в котором они могли бы вместе работать над решением каких-то вопросов. Или мы организуем присутствие в школе, где столько людей, столько ребят не могут найти адекватную мотивацию к учебе. Мы стараемся ответить на потребности этих детей, которые терпят неудачи в школе. Пытаемся помочь им преодолеть трудности и устроиться в жизни после школы. Или мы реагируем на нужды стольких людей, у которых нет самого элементарного. Например, еды. И создаем организации, которые выплачивают пособия, поддерживаем семьи, которые попали в бедственное положение. Для христиан есть множество способов отреагировать на социальные нужды, если только сами люди не вытесняют свою веру в сферу личной жизни. Много действий, много акций, которые мы организуем, имеют общественный резонанс. А что вы делаете в отношении иммигрантов? Это ведь очень большая проблема. Один из самых ярких примеров – деятельность нашего движения в Италии, где очень много иммигрантов из стран Центральной Европы и приезжих из арабских стран, в которых многие дети и семьи оказываются незащищенными. На их нужды мы отзываемся, а оказываем помощь. Мы действуем сами или связываемся с организациями, которые могут помочь. Удивительно, какую благодарность могут чувствовать эти люди за то, что кто-то беспокоится о них. И эти приезжие интегрируются в общество, потому что получают возможность участвовать в его жизни. И для нас удивительно, что эти люди, которые происходят из другой по отношению к нашей культуре, могут питать уважение к тем, кто занимается их проблемами и относятся к ним в первую очередь как к личностям. Именно в христианской вере принято смотреть на человека и видеть в нем все его величия. А сколько раз мы воспринимали приезжих, в первую очередь, просто как иммигрантов, а не как личности, у которых есть нужды и у которых есть достоинства. Все это в наших возможностях, даже если они невелики. И мы пытаемся реагировать на те нужды, которые видим вокруг себя, например, в Италии. И не возникает конфликтов на религиозной почве с мусульманскими организациями? Нет. Я имею в виду в процессе сотрудничества. Это то, что нас удивляет. Нет. Конфликт может возникнуть с теми организациями, которые больше занимаются идеологией, чем реальной помощью людям, оказавшимся в определенных условиях. Мы не вступаем в идеологические споры. Наше свидетельство веры — наша реакция на нужды людей. И у тех, кому мы помогаем, кто видит наше отношение к ним, рождается вопрос. Но почему вы так к нам относитесь? Почему вы предпочитаете так проводить свое время и тратить свою энергию и деньги, чтобы помогать нам? Так же рождались вопросы у тех, кто видел мать Терезу. О том же рассказывается в Евангелии. Когда христианин живет этой новизной, другие, какие бы ни были условия идеологического или культурного происхождения, могут только остановиться в удивлении перед единством, единодушием, которое встречают у христиан. Кто-то из тех, с кем вы работали, принял христианство? Некоторые молодые люди участвуют в наших мероприятиях. Но наша деятельность — это ни в коей мере не паразелитизм. Желание участвовать в чем-то рождается, когда люди видят живое свидетельство, видят, как ими интересуются. Для них очень ново и непривычно. Ими занимаются, посвящают время и силы. Это заставляет их спрашивать, кто вы, почему вы это делаете. А мы не можем ответить на эти вопросы, иначе, кроме как сказать, что первый источник, который вызвал эту нашу деятельность, это благодарение за нашу веру. И как на нас смотрел Христос, так и мы теперь смотрим на всех людей. И уже не можем смотреть на других, не ощущая влияния той любви, которую чувствуем сверху. А в каких именно мероприятиях участвуют люди? Например, у нас есть разные варианты сопровождения детей после школьных занятий. У некоторых детей есть трудности с языком и с другими предметами. И мы связываемся с организациями, которые могут помочь организовать с детьми занятия после школы. Преподаватели бесплатно дают уроки и просто посвящают время тому, чтобы помочь детям, не только иммигрантам, но и коренным итальянцам. Справиться с различными школьными трудностями. Всем детям предоставляется эта бесплатная возможность. И отсюда тоже рождается вопрос, почему у вас есть интерес к нам? И мы можем сказать только, что первоисточник этого интереса это благодарность за нашу веру. Иначе говоря, первоисточник — христианская вера, которая достигла до нас. Но наша задача — не евангелизировать тех, кому мы помогаем, а показать им то, что у нас есть, явить это содержание, божественную любовь в жизни. И, видя это, некоторые хотят участвовать в наших мероприятиях, по сути, христианских, принадлежащих этой новизне христианства. Как вы думаете, полезно преподавать в школе религиозные дисциплины? Мне кажется, религиозный вопрос составляет часть фундаментального вопроса о жизни. И поэтому невозможно ответить на вопросы ребенка или подростка, не предложив ему религию хотя бы в качестве гипотезы. Я помню, как однажды сопровождал своих учеников, когда преподавал в средней школе в мадридский планетарий. Это была светская школа? Школа для мирян, да. Но школа религиозная. Но то мероприятие было светским. Мы отправились посетить планетарий. И тогда, после того, как дети насладились зрелищем звездного неба, мы вернулись в школу. И так совпало, что у меня был урок религии именно в их классе. И они мне всю доску и списали вопросами о том, что видели. И один из вопросов был, но кто создал все эти вещи? Дети не спрашивали меня о том, сколько звезд в каждой галактике. Они не задавали только научные вопросы. Но в них проснулся их человеческий вопрос. Взрослый вопрос о назначении всего этого. Но мы не ответим на этот вопрос, как и на другие вопросы, которые рождают жизнь, если не предложим религиозного ответа. В этой ситуации можно предположить его как некую гипотезу, ставив ее как предположение, которое должно быть обосновано разумом, осмысленно. Но этот религиозный ответ на вопросы, которые задают в школе, должен быть достоин человеческого разума. Он не должен быть ни безапелляционным, ни морализаторским, а только достойным человеческого разума. Когда я говорю об этих вещах, мне всегда вспоминается знаменитый вопрос из Достоевского. Может ли образованный европеец в наши дни верить в Христа? Мы, христиане, должны иметь возможность ответить на него, потому что сегодня образованные европейцы, которые преподают в школах и университетах, задаются вопросом о том, рационально ли верить в Иисуса Христа. Чтобы адекватно ответить на этот вопрос, необходимо, чтобы религиозное образование в школе было адекватно, в том числе и требованию разума. Нужен не просто благочестивый или только моральный ответ. Требуется ответ, который соответствует уровню понимания действительности, который есть у человека, задающего этот вопрос. Когда вопросы подростков, учеников, воспринимаются всерьез, они обсуждаются в процессе диалога. И надо, чтобы отвечающий мог предложить религиозный ответ так, чтобы он был воспринят всерьез и был достаточно хорошо понят подростками на том уровне, который соответствует школьному возрасту. Вы используете какие-то специальные методы, чтобы привлекать в церковь молодых людей? Методы... Кроме уроков? Кроме уроков, вообще-то факт в том, что история нашего движения началась в школе. Основатель Падре Луидж Джусанни оставил кафедру профессора теологии Миланского университета, чтобы начать преподавать в школе. он начал вести уроки религии, и это положило начало всему нашему движению. Поэтому основной аспект это наше присутствие в школе. Но оно может заключаться не только в том, что мы ведем уроки религии. Можно преподавать физику, преподавать литературу, преподавать географию. Но невозможно понять произведение Достоевского или понять Данте, не ответив на великие человеческие вопросы. Так же, как невозможно понять все вопросы, которые естественно возникают у человека по мере его возрастания. Возрастление, если ты сам не будешь задаваться теми же вопросами. Поэтому главный метод всегда заключается в том, что самому взрослому человеку интересно жить жизнью общества, ставить свои вопросы перед миром и искать на них ответы. Я всегда говорю, что единственный христианский метод, тот, который с самого начала показал нам Иисус. Разве нет? Тех двоих, которые встретили Его впервые, Иоанн и Андрей, так привлекла Его личность, новизна, которую они видели, что они решили последовать за Ним. И когда Иисус спросил их, чего ищете, они в ответ на это спросили, где ты живешь? И Он им сказал только пойдите и увидите. Иисус не терял времени на рассказы о себе. Он просто пригласил людей быть с Ним, чтобы они могли увидеть, что Он собой представляет и в чем состоит новизна, которую Он принес на землю. Не существует христианского метода более всеохватного, чем этот. Пойдите и увидите. И мы просто приглашаем подростков, которых встречаем, чтобы они пришли и увидели, как мы живем и что делаем и может быть начали делать что-то вместе с нами. И то, что они у нас находят, заставляет их удивляться. Мы можем вместе учиться или проводить каникулы, помогать нуждающимся людям, предложить делать что-то вместе как раз и означает пригласить их участвовать в нашей жизни. Только побыв рядом с верующим человеком они смогут увидеть, что такое жизнь для человека, который живет с верой. И мы сами удивляемся тому, сколько людей самых разных возрастов, подростков, взрослых, через это возвращаются к вере, которая как бы спала в них. Кто составляет костяк прихода в католической церкви? Костяк прихода это в основном люди, которые живут рядом с приходом. Приходы находятся на территории епархии и их составляют те, кто часто посещает богослужение для совместной молитвы, принадлежит к территории прихода и участвует в его жизни. Но мы принимаем участие и в жизни других приходов, например, тех, которым принадлежат наши друзья по движению и в которых они участвуют в катехизации, молятся или занимаются благотворительностью. Мы стараемся в этом участвовать и вместе организовывать какие-то мероприятия, главным образом учебные, по той благодати, которой живем. Прихожане католики это молодые люди или люди из религиозных семей? Иногда да, но это зависит от того, как именно зарождался приход. Приход может зародиться только для культа, в смысле для того, чтобы люди могли совместно участвовать в религиозной жизни. Но приход может быть миссионерским, то есть это уже не просто вера внутри общины, но вера, которая должна быть видна другим, которая реагирует на нужды жизни. И тогда жизнь прихода оказывается открытой для всех, кто живет вокруг, а не только для прихожан. Такой приход может заниматься поиском людей, которые не участвуют в жизни прихода, но которые готовы сотрудничать с ним по каким-то вопросам, вовлекаться в его жизнь. Это как христианская жизнь. Приход это как бы образец того, как распространялось христианство. Оно зарождалось внутри общины, потом распространялось на близлежащую территорию, и, наконец, эта общность людей разрасталась до нынешних размеров церкви. Но что за люди приходят в католическую церковь сегодня? В основном это те, кто участвует в церковной жизни по традиции, которая принята в семье. Так ведь? Это нормально, что именно у них изначально есть интерес к приходской жизни. ведь очевидно, что людям, которые никогда не были в церкви или никогда не встречали христианскую веру, не придет в голову мысль или вдруг ни с того ни с сего взять и пойти на приход. Это нормально, что приход точка связи для тех, кто живет в вере по семейной традиции или по воспитанию. Через людей, которые живут верой и вера достигает до других. Но случится ли это зависит от того, как прихожане будут исповедовать веру. Захочет ли кто-то прийти в церковь или создать новый приход? И вопрос о правах человека. В Русской Православной Церкви создан документ, выражающий оценку концепции прав человека. А на Ваш взгляд, насколько современное понимание прав человека противоречит христианскому мировоззрению? Права человека — это попытка признания достоинства человека во всех аспектах. Мне кажется, в этом смысле разговор о правах человека не был бы возможен без влияния христианства. Все признают, что понимание личности, достоинства человека и всей совокупности прав берет начало в христианстве. Хотя формулировки хотели как бы порвать историческую связь с областью сакрального. Сейчас мы смотрим на наличие у человека прав в отрыве от христианства. Но этот наш взгляд не означает, что происхождение такого понимания личности не коренится в христианстве. Проблема в том, что когда понимание прав человека отрывается от сакрального понимания человеческой личности, власть может манипулировать этими правами, делая акцент на одних и отрицая другие, тем самым отрывая его от первоисточника, знание которого могло бы напомнить смысл понятий. Иногда возникают спорные ситуации. Например, эта история в Италии, когда один человек подал иск в Страсбургский суд. Это же вопрос о человеческих правах этого господина. Да, это открытый вопрос о правах человека, о правах этого господина. если каждый человек входит в противоречие с притязаниями другого, очень сложно организовать совместное существование, в котором каждый может быть принят со всем, что у него есть. Поэтому каждый раз будут те, кто испытывает притеснение. Проблема в том, действительно ли социальная сфера это область, которая способна принять всех. Принять, не вытесняя все в сферу личной жизни, но так, чтобы государство, власть, общественные институты могли бы создать условия для принятия всех без исключения. Мне кажется, что государство и, следовательно, общество будут более богаты, если каждый человек сможет привнести в него свой взгляд на вещи в процессе диалога с остальными и таким образом внести свой личный вклад в сознание общества, в котором мы все сможем жить. Если такого не будет, те или иные люди окажутся исключенными из общества, которое будет хорошо для одних и непригодно для других. Но тогда как сохранять свою религиозную традицию? Религиозная традиция сохраняется главным образом, потому что каждый христианин или каждый представитель религиозной традиции по-настоящему живет ею. Так ведь? Поэтому-то у нас и не было такой проблемы раньше. В прошлом столетии традиция начала как бы опустошаться. И сейчас уже существует проблема того, что многие на самом деле не хотят признавать распятие. Просто когда вера не обновляется, когда веры не живут по-новому, религия опустошается. Иногда это происходит, когда вера попадает в зависимость от внешних обстоятельств. Когда первые христиане жили своей верой в очень разных ситуациях, когда они были в меньшинстве, это их не заботило. Наоборот, для них это было поводом сообщить остальным всю красоту своей веры. И это заставляло других поверить. Сегодня для нас нет никакой проблемы жить в обществе, где уживаются разные мнения, если мы с вами уверены в красоте того, чем мы живем. Если напротив, мы сами сомневаемся в красоте того, чем мы живем, любой человек сможет поставить нас в ситуацию конфликта с тем, чем мы живем. Если человек доволен и видит действенность, новизну, рациональность, возможности жить, будучи христианином, у него не возникает никакой проблемы, когда приходят другие люди, потому что просто открывается пространство для человеческого диалога, когда каждый сможет поделиться с другим своей точкой зрения. Мое внимание привлекла одна история. Один мой друг, который начинал учить арабский язык, поехал в Египет и там познакомился с египтянином, который исповедовал ислам. Между ними завязался разговор и они стали общаться. То есть один из них был до мозга костей христианин, если можно так выразиться, со всем своим христианским мировоззрением, а второй точно такой же абсолютный мусульманин. И начался путь взаимного узнавания, они стали друзьями. мусульманин и этот путь до сих пор продолжается. Потом мой друг христианин познакомил нас, и мы тоже подружились. И вот теперь около недели назад этот мусульманин пригласил группу друзей христиан приехать к нему в Египет. Ничто не станет препятствием к общению, если каждый будет расположен к диалогу, не будет отрицать чужую точку зрения и навязывать свою. Каждый человек может предложить свою точку зрения, ведь каждый живет по-своему, что из этого. Мы проведем время в этом диалоге в обмене контрастными мнениями, и мне кажется, что это скорее обогатит жизнь людей, чем ограничит ее. Последний вопрос о вашем движении. Какая разница есть между просто католиком и католиком из вашего движения? В одном из последних писем наш основатель сказал папе римскому, что не хотел ничего создавать, не хотел делать ничего, а только жить христианской верой в том содержании, которое было присуще ей изначально. мы католики и большинство членов нашего движения миряне, то есть живут в миру, состоят в браке, одним словом, они существуют в обычных для каждого человека обстоятельствах. Единственное, что их отличает, это то, что для них, для нас, как и для католиков в общем, вера и возможность жить ею это радость. И мы живем ею с благодарностью и радостью, которую нам надо сообщить остальным. Ведь когда человек встречает Христа, он может наполниться этим ощущением. Но для чего создавать движение? Движение не рождается, потому что кому-то пришла в голову какая-то идея. нам в церкви известно, что Святой Дух всегда, чтобы обновить церковь, дает благодать, дары благодати, которые названы в богословии. Чтобы продолжить свой диалог с людьми, Бог может дать Святому Франциску Осийскому или Матери Терезе Калькутской благодать, чтобы они смогли обновить христианскую жизнь в масштабе всей церкви. Или дать благодать основателю какого-то движения. Это не для того, чтобы умножать сущности внутри церкви, но чтобы обновить церковь, чтобы она могла всегда жить и каждый раз с новым лицом. Без этого мы придем к упадку христианской жизни. Святой Дух, который присутствует в жизни церкви после воскресения Христа, который продолжает действовать через таинство в теле церкви, подает благодать и дары, чтобы изнутри обновить церковное тело. И поэтому тут нет никакого противопоставления церкви. Это та же церковь, которая постоянно обновляется через благодать Святого Духа. церковь. Когда это происходит с каким-то человеком, мы видим, что это дар, что человек живет христианской верой, с благодатью, вдохновением, радостью. Когда вокруг этого человека собираются другие люди, которые видят эту новизну, возникает движение. Оно может возникнуть в более мелком масштабе или разрастись до более крупных размеров. Но на самом деле это всегда благодать Святого Духа, которая расточается над христианами и заставляет жизнь постоянно обновляться. Это может приобрести ту или иную форму в зависимости от потенциальной силы благодати и от того, насколько другие люди смогут воспринять эту благодать как свою дорогу.